Была растительность. Стоп. Ты видишь вон то? Что это? Твою мать. Хочешь новый джетпак, летающую машину или подлодку, которая выйдет уже во вторник 12 декабря? Всё это и многое другое тебе без проблем могут организовать gtonlineshop.ru Эти ребята качают GTA 5 Online настолько быстро и качественно, и делают это уже более трёх лет, что ты не успеешь сделать уроки на завтрашний день. Переходи по ссылочке в описании и прокачивайся по полной. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Дима Анна и Серёга поздравился. Всем привет. И это новая серия реальной жизни. Друзья, вот прямо сейчас сразу хочу сказать огромнейшее спасибо за поддержку, за комментарии, которые вы написали под предыдущим роликом, их просто дохерища. Мы с Серёгой читать устали. Очень много было пожеланий, как назвать пса, очень много было пожеланий в дальнейшем. И, ребята, это реально очень приятно читать. И когда мы видим такую активность, нам хочется снимать всё больше и усовершенствовать свой контент. Также с Серёгой мы придумали сегодня одну офигенную фишку. Давай, Серёг. И так как нам понравилось ездить по заброшкам, мы решили съездить место с радиацией, по типу Чернобыля. Да, ребят, в общем, как вы знаете, Чернобыль, это, ну, Припять именно, город такой, он уже заброшенный, люди его покинули. И нам было бы интересно посмотреть, как же там обстоит цивилизация. Живут ли там люди, может, какая-то аномалия, может, какие-то существа, просто уже мутирующие там появились. Ребят, это очень будет прикольно и интересно. И я думаю, что вам тоже понравится. Тем более, этого вам ещё никто никогда не показывал. И я готов с Серёгой туда отправиться. Тем более, друзья, мы поедем вдвоём, а значит, будет намного веселее. Ну, Настю брать, вы сами понимаете, положение. И вдруг чё, как бы, это нет. Это 100% нет. Она очень сильно хотела, но я ей отказал, потому что в следующий раз мы, может быть, ещё и съездим. Ну, а так, ребята... Это будет вам полезно и опасно. Я думаю, да. Но так как, ребята, Чернобыль находится сейчас в другой стране, а мы находимся, ребята, в США, как вы понимаете, а он у нас на Украине, то нам необходимо, в общем-то, сделать загранпаспорт, получить доступ и, в общем-то, отправиться туда. То есть, это по-любому время. И если вам это хочется, давайте наберём на этом ролике 10 тысяч лайков. Ребят, 10 тысяч лайков, это мало. Я уверен, за 60 тысяч просмотров, которые будут на этом ролике, 10 тысяч лайков, это реально мало. Если вот каждый из вас не проигнорит, если каждый из вас захочет побывать именно там и вместе с нами, то вы наберёте эту сумму, за первый же день и мы уже отправимся туда. А сегодня, ребята, чтобы вас сильно не расстраивать, в этом, в США есть одно место, которое, ну, скажем, не с большим количеством радиации, но там тоже взорвалась атомная станция, и там тоже, в принципе, мы можем посмотреть на вот эти все происшествия, на масштаб этой угрозы. Кстати, да, тут прикольчик один есть, я комментарии читал, там знаешь, как собаку назвать предлагали? Так, как? Пушок. Нормально. Нет, на самом деле, там до хрена всяких комментариев было, и ракета, и чоп, и много-много комментариев. Там больше всего знаешь, какие лайки набрало? Какие? Это Рекс и Чоп, больше всего. Да, и так как мы говорили о том, что, ребята, мы назовём собаку, то я думаю, что назвать собаку, ну, как бы ты хотел, Серёг? Давай я тебе дам эту возможность. Ну, я подумаю, давай где-то ближе, ну, после поездки скажу. Хорошо, ребята, после поездки мы собаку назовём, и съездим туда. Короче, в общем, вы меня поняли, вы меня услышали, сейчас мы с Серёгой отправимся именно в это место. Оно, в принципе, туристическое, но туда мало кто хочет ездить, потому что говорят, что там какие-то опасные, я не знаю, как там, как говорили? Что-то какая-то опасность там вроде бы есть. Мутанты, по-моему, аномалии какие-то. Да, ну, мутантов я не слышал. Ты чё? Ну, аномалия, может, какая-то есть. Ну, это, мне кажется, просто люди придумали, потому что испугались, друзья. Ну, а мы-то с Серёгой не боимся, и поэтому мы отправляемся именно туда. На какой машине? Смотри-ка, я не классный у нас. Давай на моей. Нет, на моей. Ну, ладно, на твоей. Поехали. Я за рулём. Ребят, для начала, вообще, мы планировали бы съездить сейчас в амуницию, потому что, ребята, как вы знаете, на всякий случай, я, конечно, верю, точнее, не верю людям, ну, мало ли какие-то бомжи-наркоманы могут быть. Ну, то, вероятнее всего, так и будет, потому что, ребята, в доме заброшенном какой-то клоун-наркоман на бдол бы ж был, а там, я думаю, что тоже какие-то бомжи могут быть бездомные. А купишь меня биту? Нет. Ты будешь у нас с нормальным оружием, ну, точнее, с безоружием, с безоружием, скажем так, да мы просто купим электрошокер, с чем ты паришься. Ну, всякий случай, чтобы, как бы, если кто-то и будет на нас там атаковать, мы его просто электрошокером остановим и все, и ничего больше мы, в принципе, не будем делать. Так что, ребят, как-то так, в общем, в общем, я не знаю, что сегодня мы там можем увидеть, потому что, как бы, просто, может, разрушения какие-то там остались все-таки. Я смотрел по интернету, это недалеко от этого города, ехать туда, ну, не более двух часов, поэтому, ребята, не знаю. Поэтому надо купить что-нибудь поесть, врубить радио и ехать. Да. В общем, ну, очень надеюсь, что все будет хорошо и мы там увидим что-то интересное, новое, чего еще раньше не видели. Так, сын, ну, смотри, в общем, тут есть электрошокер и я думаю, что стоит его купить. Стоп. Так. Во! Шокер 100 баксов. Я думаю, стоит его взять, да? На всякий случай. Да, и патронов побольше. Да, тут, я думаю, патронов достаточно. Он многозарядный, поэтому, я думаю, что все получится. Так, давай, мы уже его проверим, а? Ты хочешь проверить? Не, давай на тебе. Да не, не на тебе, подожди. Блин, я хотел, короче, этого шугануть, ну, шандарахнуть. Ну, ты понял, да, продавца, но что-то как-то перестал, потому что я понял, что у них же по-любому кнопки есть, которые менты вызывают. Да, фрукнили, это оружие лежит. Ну, или, да, или типа того. В итоге тут, блин, ребят, Америка, тут все опасно, и я думаю, что так рисковать не надо. Знаешь, что я думаю? Что? Пешеход есть какой-то? Смотри, вон, пешеход. Давай, смотри, по приколу же, чего это. В смысле? Он что, бракованный? Так, сблизи, бей, это шокер, надо сблизи. Да, ну, серьезно? Да, да, сблизи, это шокер. А ну-ка. Меня не целься, ты чего? Тихо. Еще блин. Да, он вообще не стреляет, это тебе говорится. Близи надо, вот подойти вплотную и стрельни. Ну, допустим. Ну, ты тут, так еще ближе, надо вплотную подойти. Да, ну, ты херня, тебе говорю, он проконный какой-то купил, ой, продал нам. Да, подойди ты вплотную и стрельни, я тебе говорю. Ну, где этот человек? Ну, давай, вот, 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 не, 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 ты будешь потом валяться или маме расскажешь, а мама потом мне мандерин ставит. Я не расскажу, я говорю сам, я готов. Не, 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 я тебе говорю, ты мой сын, и я тебе что буду? Шандара хоть шокером, это уже последнее дело. Знаешь, что я хочу? Все по приколу. Блин, а что если, допустим, ему в голову прям, смотри, у него же кабриолет? Ну. Не, не будем. Ладно, 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 а то еще, короче, сейчас будет ДДП подошей. Он испугался. Виние. Блин, да я реально, а вон чувак идет. Перейди вот туда, назад, и там же много людей было. Сейчас, смотри, тут короче. А вот чувак идет, смотри, он как раз толстенький такой, я думаю, пробьет его шкурку. О, он сел, смотри. О! Смотри на него. Ты что делаешь? Да, она. Бежим отсюда. Серега, убегай, пока ментов не вызвали. Я тебе горелись, ментов сейчас вызовут, мы потом будем эпично сидеть в кенгурятнике, и будет просто жжу. Жесть. Ладно, друзья, мы сейчас, как же, отправляемся за город, к этому месту, я думаю, что поездочка у нас будет более-менее веселая, тем более у нас есть шокер, мы можем сейчас по ходу дела кого-нибудь стрелять, по приколу тогда. Хочешь попользоваться им, Да, я хочу попробовать. Я буду рулить, а ты стреляй во всех. Ну, из-за так. Давай. Я не знаю, блин, ребят, ну, это ребячество, но все-таки. Вот слева тачка, давай в нее. Не, по тачкам не надо, несчастный случай, собьет кого-то. Не, не надо. Ладно, ребят, в общем, как вы понимаете, нам нужно сейчас уезжать, как подъедем к этому месту, то, конечно же, сейчас мы, кстати, еще в машине зарядим наши камеры, потому что вдруг, вдруг сядет, и самое эпичное вам не заснимем. Ты же взял от прикуривателя зарядку? Да, взял. А, ну, я отлично. В принципе, ребята, как только подъедем, я думаю, будет весело, я думаю, будет очень-очень интересно, поэтому ждите. Для вас это около одной секунды, для нас это два часа. Так, Серега, это просто разрушенная станция, я так понимаю. Слушай, наверное, тут машину все-таки оставим и пойдем уже пешком, потому что... Видишь, как таково половина всего недостроена просто. Это все взорвалось, понимаешь? Это жесть. Ты посмотри на это все. Капец. Ты прикинь, если кто-то... Нет. Я тебе запрещаю. Тут, кстати, радиация, может быть, но вроде бы, как я читал, вот именно если идти от этих мест вот где-то посередине, то вроде бы должно быть все хорошо. Слушай, это просто жесть. Я надеюсь, мы сейчас не облучимся тут. Не-не-не-не-не-не-не, я уверен в том, что здесь все чисто. Именно вот за этими зданиями как раз-таки может она будет, но... Она вообще была, эта авария очень давно, понимаешь? Эта авария действительно очень давно была, поэтому как бы я тебе могу сказать, что здесь уже ну так таковой радиации особо не осталось. Блин, ты посмотри, как прикольно. Да, но самолет летает, но можно, можно уже над этой с этим местностью летать. Здесь? Я не знаю, но это просто очень жесть, как страшно. Да это не то, что это просто представляешь, чтобы же ну как бы была растительность. Стоп. Ты видишь вон-то? Что это? Твою мать. Я не знаю. Я реально не знаю. Ты серьезно, что ли? Да. Я уже ничего не знаю. Давай подойдем. Окей, давай, давай, давай. Серега, где он делается? Он же тут только что был. Да, она пропала. Посмотри со стенками. Ты уверен? Да. Я что-то боюсь, слушай. Капец. Что вообще здесь творится? Мне это уже не нравится. Он только что тут был. Я даже не знаю, это существо какое-то. Слышишь? Я не могу объяснить. Он где-то спрятался. Тут нет никого. Абсолютно нет никого вообще. Он где-то спрятался. Ты уверен? Да. Мне кажется, тут реально какая-то аномалия. Писец. Давай туда пойдем, а? Что за нафиг? Давай. Давай сходим туда, посмотрим, что там есть. Интересно. Блин, ребята, если мы сейчас кого-то тут увидим, это же просто будет какая-то находка. Жесть. Но я не понимаю, куда тот делся. У тебя есть предположения? Не знаю, мне кажется. Блин, а что с камерами? Серега, я правда не знаю. Она просто выключилась. Нужно она села, слушай. Она была на сотку только что заряжена. Я не знаю. Правда не знаю. Что-то здесь вообще нечистое. Какие-то существа появляются, пропадают. Сейчас камера села. Блин. Блин, что за бред? Я не знаю, Серега, наверное, надо отсюда валить. Слушай. Мне тоже так кажется. Мне не нравится это место. Слушай.